Стандартная ситуация, которая может приключиться с каждым. Гуляете вы по городу и вас останавливает сотрудник патрульно-постовой службы. Капитан полиции Читинг, предъявите ваши документы. Повода волноваться нет. Скорее всего, это обычная проверка документов. Тем не менее, есть некоторые юридические моменты, соблюдение которых очень важно. Так, первым делом сотрудник патрульно-постовой службы должен сделать вот что. При обращении гражданина сотрудник полиции обязан назвать свою должность, звание, фамилии, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. В случае применения гражданину меры ограничения его прав и свободы, разъяснить ему причину и основание применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. Процесс проверки документов в некотором роде взаимный. В свою очередь, вы можете попросить полицейского сначала предъявить его служебное удостоверение. Он обязан его вам показать в развернутом виде, не передавая в руки. Теперь не страшно и свои показать. Перечень документов, которые могут удостоверить вашу личность, весьма широк. Кроме паспорта, это может быть загранпаспорт, пенсионное или водительское удостоверение. Если документов у вас с собой не оказалось, то главное не чувствовать себя правонарушителем. Но для полицейского такой поворот событий может послужить основанием для того, чтобы предпроводить вас в отделение полиции для выяснения личности. Возражать не стоит, это законно. Однако можно предложить варианты. Например, проехать к вам домой и ознакомиться с документами. Или позвонить по телефону родственникам или друзьям с просьбой доставить документы. Счастливого пути. И ничего страшного в этом нет. Получается, что в этой процедуре нет ничего страшного. Правда, для некоторых это большой стресс. Но есть перечень тех вещей, которые делать нельзя. Нельзя грубить, хамить, обзывать сотрудника полиции. Также срывать нагрудные знаки, погоны. Сотрудники полиции такие же люди, как и мы с вами. Поэтому противиться такой рутинной процедуре не стоит. Вы и себе время сэкономите, и полицейскому. Продолжение следует.